Вот! Фоторужьё! Будешь с ним охотиться? Ха-ха-ха-ха! Что же это за свиньячьи визги такие? Ебать снайпер! Полдня бегал шарик, чтобы сфотографировать зайца, и полдня, чтобы фотографию отдать. Ха-ха-ха-ха! Ну, кстати, это очень жизненно. Очень профессиональные фотографы так и делают. Они постоянно за какими-нибудь чиками и чикамейнами бегают, чтобы сфотографировать. Может быть, этот заяц тоже очень влиятельная личность в их рисунке? М-м-м... Может быть, морковкой он шарику прям хорошо отплатит? Может, там у него за крома миллионные там морковки? А шарик морковь эту продаст, и всё, и... Е-е-е-е! Шарик скажет! Спокойно! Снимаю! Заяц, ты охуел? Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, шарик, с такими снимками ты миллионы не заработаешь! Однажды дядя Фёдор решил родителям письмо написать. М-м-м, однажды! Однажды и пидор сдох от жажды! Можно конкретнее? Но я вам не скажу, где я живу, а то вы меня заберёте! Ухитрец какой! Рогие, папа и мама! Здоровье-то у меня не очень! Ха-ха-ха-ха-ха! Это что за Франкенштейн? Потому что жизнь у меня была сложная! Полные лишений и выгоняний! Э-э-э, спился, Котомэ? И колбаса у меня есть! И молоко парное в мисочке на полу! Ну, ты молодец, молодец! А на днях я линять начал! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Это что за гомункул? Дорогие мои, папа и мама! Вы меня теперь просто не узнаете! Это пиздец! Это пиздец! Ой-ой! Что, снова постельная сцена? Вот тебе раз! Осень подошла, а только что лето было! Эх, очередное лето просрано! Ну, я вам посоветую лето не простирать, работать, быть трудолюбивыми! Что-то делать надо летом! Я вот ремонт делал, можно сказать, один! Большую часть ремонта один сделал! Да, нужно проводить лето так, чтобы потом себя не карать! Я что-то не понял! А что, в этом доме с разноцветной крышей геи живут? Или у хозяев денег на краску не хватило? Холодно стало! А в таких случаях умные люди дрова запасают на землю! Вооо, ваоо! Какие люди! Как мы раскрутились! Смотрите, у них золотые тапки на тракторе стоят! И у кота такой взгляд папика! Дорогие ученые, пришлите нам, пожалуйста, солнце домашнее. Дорогие ученые, пришлите, пришлите, пришлите мне материалы, материалы, сайдинг, сайдинг, чтобы доделать дом. Дом. Ученые не должны подкачать. Пришлите, а не то замерзнем. Пришлите, пришлите, а не то, ой, нос перечешется, а не то без красоты осталось. Без красоты осталось, 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 не до ремонтированным, сиро, ванным домом. Пожалуйста. Матроскин. Матинка. Ну, я Почту России отправлю. Вам посылка пришла от ученых. Наверное, вакцина пришла, но вакцина, это хорошо. Я за нее. Давайте. А какие у вас документы? Вот мои документы. Может быть, кто-то спросит, а что же в них написано? Я вам покажу. Ни-ху-я. Документы. Матроскин, а почему у тебя вместо носа шар для гольфа? Непонятно. Лапы, усы и хвост. И хуй. Так вам ответит любой данжен-мастер. Вот мои документы. На документах печать бывает и номер. Пожалуйста, и даже две. Номер 20. И влево одобряет. Ага, особенно на паспорт. Я вообще там как старик выгляжу. Для красоты. Вот такое чувство, будто он повеситься хочет. Но это ужасно. Это ужасно. Не надо так. Все? Пиздец, ослеп. А почему у него руки черные? Лицо белое, а руки черные. Что, руки от отца негра достались? Че вы лыбитесь? Мужик ослеп. А, не, он злубит, лыбится. Какой хороший стул. Ешь и срешь одновременно. Не будете вы плакать. Это уж мое дело. Хочу плачу, хочу нет. Действительно. Почему бы старику и не всплакнуть? Из-за своей пенсии. Почему бы и нет? Ну, вообще, вообще, это ужасно. Как на эти гроши прожить? Ну, просто как? Десять тысяч. Это пиздец. Все в доме расцвело. Ха-ха-ха. Как эти сухие ветки могли расцвести? Мэджик. И даже бабочки откуда-то появились. Нет, если ночные бабочки бы появились, вот это было бы шикарно. Какая-то цыганская бабочка вся в золоте. Вы как хотите, а я загорать буду. Вау, полегче? Сейчас за вилы набегут. Надо, чтобы в доме и собаки были, и кошки, и приятелей целый мешок. Каких приятелей? Приятелей целый мешок. Могут и трупы в мешке быть, но трупы не приятели. Вот тогда дети не станут пропадать. А что, когда поезд проезжал, батёк матерился? Типа, это такая, ну, затушёвка матов. Не, ну, с такой бабой, если ей одно матное слово уже скажешь, тут же под этот поезд полетишь. Она баба такая, вообще. Тогда родители пропадать станут. Никаких собак, никаких кошек. В крайнем случае, черепаху в коробочке. Нихуя ты щедрая. Мужик сказал, что должны звери в доме быть. А слово мужика закон. Откройте. Это мои папа и мама. Ты чё, Буратино что ли? Ну, судя по его сочленениям. Ебарь, такой хитрый. Не, ну, если бы лежал зоофил вместо дяди Фёдора, было бы кое-что неприятное, наверное. Это может забанить ролик. Покраснение надо лечить. Ну, она покраснела не за болезни, а из-за стыда. Ну, то, что думала раньше, что коты там мясо воруют, то, что ерундой занимаются, а коты очень даже полезные. Хочешь кота с собой бери и шарика. Мы возражать не будем. Не будем. Дядь Фёдор, корову бери! А вот интересно, насколько быстро корова засрёт квартиру. Не, ну, жевать она будет линолеум, обои будет жевать. Платье мамкины сжуёт. Да, дядя Фёдора тоже. Даже циклоп вышел их проводить. Да, я понимаю, что у травоядных животных глаза расположены на разных плоскостях. Но тут, в данном случае, корова нарисована, ну, точнее, глаза у коровы нарисованы неправильно немножко. Вот этот вот глаз один, да, он должен быть немножко вбок. Ну, правее. Чё-то приуныло. Совсем про него забыли. Забыли. Мы же ему подарок обещали. Обещали. А, вот почему он тут стоит. Мы вам велосипед купим. Наверное, какой-нибудь ржавенький велосипед, причём без колёс. Со свалки. С вот таким штырём ржавым в сиденье. Почему нехороший был? Потому что без велосипеда. Если родители дяди Фёдора возьмут такой велосипед, который я писал, то этот Печкин станет маньяком. Всех будет пиздить этим ржавьём. Дай порулить, дай порулить. Новую тачку разбил. Привет, я Даша, а это животное. А ведь только животное способно новую тачку разбить. Да не только новую. Это же наш старый друг Тарантас. А я думал это пидорас, потому что у него голубая труба торчит. Да и сам он голубой. Давайте подойдём поздороваемся. Здорово. Хуя он криповый. Давно не виделись. А что есть его труба? Рот или же что-то другое? По катаю бесплатно. Чуть не нравится, как он смотрит на Дашу и животное. Я, если честно, в такой паровоз бы даже не сел. Даже не подумал бы сесть. ну мало ли сожжёт в своей паровой топке и всё. Только импровизированный хуй можно получить бесплатно. Я Тарантаса знаю давно, так что никакая это не ловушка. Не важно сколько ты знаешь человека, много либо мало, пиздец от него может подкрасться незаметно. Аристотель, а ещё Аристотель говорил, я знаю, что нихуя не знаю. Давай Тарантас, стартуем. Да он их поимеет в своей трубе. Я сказал стартуем. Наталья, морская пехота. Я так и знал. пехота. Пехота. Ебав лекс. Да, весело. Обезумевший паровоз. Прекратите, я вызвал к вам световоза. Он приедет и вас надеюсь вылечат. Похоже нам с***ц. Согласен. Тарантас опять забыл таблетки принять. Господи, Господи, помоги вам, грешным, помоги вам. Может в рюкзаке есть что-нибудь, что поможет нам? Ну, Господь, я думаю, туда не влез бы. Как думаете, что им поможет? Может быть, Дошиком заткнуть паровую трубу у паровоза этого дурного? А может быть, лучше ершиком трубу ему прочистить от всяких грязных дум. Ну, и дурных тоже. Эх, Даша, земля тебе пухом. Нормально, заткни ему трубу и все, делов-то. Вы что, прикалываетесь? Это что за фигня? Спасибо. Грязный ершик, ммм, спасибо. Всем здравствуйте. Хочу поздравить вас с Пасхой. Христос Воскресе. Этот чудесный кабриолет, управляемый одной лишь мускульной силой пилота, чем-то напомнил мне детские машинки из СССР. Там тоже нужно было курить педали, курить педали, курить педали. Курить педали? Хорошо, попробуем. Хуйня! Никогда не курите педали, потому что курить это плохо. Я буду тестировать бетон. Мне нужно будет выяснить его плотность, чтобы выявить наличие пустот. Ну ты жопой на него сядь, если бетон треснет, значит он хуйня. это железнодорожная станция. А чё такой старый поезд? Мне кажется, он Ленина в 20 веке в пломбированном вагончике привозил. Мисс Крольчиха машинист поезда. По вагонам? Ну мисс Крольчиха я знаю, она тетка пробивная, она где только не работает. полный вперёд. Хрена у них там вагоны скачут, будто пропорсетка на секс-машине. Ну а что, мы уже приехали. Вот это мода. Кресла напоминают такую ткань, в которую дедушка аккумулятор на зиму сворачивал, чтобы тот не замёрз. Вот это мода, вот это да. Спой песни, чтобы скоротать время. Хорошо. Чух-чух-чух, чух-чух-чух, поезд быстро едет. Какой быстро едет? Вы о чём? Эта консервная банка еле движется. Посмотри. Молодец, ты запустил ядерную боеголовку. Волшебная кровать! Как у династии, мессиё. На таких кроватях могут только цари рыцарей династии великих спать с таким гербом древним. И это ещё не всё. Ха-ха-ха-ха-ха! Батёк его вечером либо утром после Роллтона засрёт только так. Я не думаю, что этот бедный толчок выдержит вес папы свина. Тут и поезд еле идёт из-за него весь вот так трясётся как на волнах. Бедный унитаз весь засрётся и сломается. Ребята, я заметил кое-что странное. У этого унитаза нет вводного отверстия. Ну, шланга нету. Как будет его понос стекать куда, непонятно. поезд быстро едет. Мать, как ты этим собираешься поворачивать? Это поезд, это не машина. Хотя вроде, ну, понятно, что это не руль, это херня была бы. Ну, я думаю, что это вроде тормоз в поездах. Наступило утро и пришло время завтракать в поезде. Доброе утро. Не понял. А кто поездом управляет? Я не удивлюсь, если она ещё толчки промывает. мисс крольчиха, вы не должны управлять поездом. Всё в порядке. Поезд едет по рельсам, мы никуда не свернём. Ну, охуеть. А если ЧП? Я не удивлюсь, если ты ещё натрачиваешь кому-то, ну, управляя поездом. Спасибо. Пожалуйста. Простите, я король Альфонсо. Кто это Альфонсо? Я понял. Он был простым деревенским, ну, может быть, деревенским, я не знаю, козлом, нашёл себе мамика, от неё разбогател, и стал королём козлом Альфонсом. Альфонсо. Можно мне тоже кофе и апельсиновый сон? Нет, нельзя, блядь. Для нас большая честь встретить вас, мистер Судя по кресту, ребята, это батюшка. Бетон, который нужно протестировать. Папа Свин настоящий эксперт по бетону. Хм, очень хороший. Ты юбанутый? Ура! Постучал ручкой по бетону и всё. Ура! Закричали! Вы что там пень въебаные? Пиздец мастер. А это Папа Свин. Чё смешного? Он потом на вас харпнул. Что случилось, Папа Свин? Мне нужно отправиться в долгую поездку по работе. А то чей по работе может быть для чего-то и другого. Не факт. Можно нам поехать с тобой? Это поездка по работе, Пепа, и я буду долго ехать на поезде. Не просто на поезде будет ехать, он будет ходить по вагонам и всех проводниц там вот надо трахать подряд. Пожалуйста, возьми нас. Это будет невесело. Но как окажется потом, для мамы свинки это будет невесело. А вот прикиньте, если этот папа хряк изменит маме свинке. Ребята, у нас сегодня на ужин будет папочка, шашлычок. Но дорогая, молчать! Слон огромный сквертует сюда. Трах, 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 я ебать на снег иду. Почему базар попутали? Нет, я базар не путал. Мне нужны были саженцы, я пошел на садоводческий базар. Я 20 лет на зоне отсидел. Эй, вы, блин! Это видно. Я море закончил, понятно? Что ты закончил? Ну если ты закончил плов, то я закончил борщ. Мама, я поел. Какой похабный доставший пиццы. он наверное снимет свои эти труханы, там вот так вот откроет коробку и его там принадлежность будет. Какой месяц короче всех? Май! В нем всего три буквы! Боже, какая шутка! У вас прекрасное чувство юмора, с чем вас и поздравляю! сети завирусилось видео, на котором две пчелы работают в паре и у них получается открутить крышку бутылки с газировкой. Пчелы, откройте мне бутылку святой воды. Я не могу открыть, у меня сил нету. Думаю, умоюсь водой и силы появятся, но не факт. Это было пошло. А потом возьмет и вставит себе в задницу. Перестарался! И, с подливой. Точно с подливой. Ну что, молодой папаша, можете взглянуть на ребеночка? Здорово, папаша! Ребенок размазал говно по лицу. А, нет, извините, ошибся. Рыбка где? Рыбка где? Ну, либо в пивном магазине, либо в этой луже. Рыбка в озере в воде. Чуваки, на чупа-чупс вы ничего не поймаете. Чтобы рыбку нам поймать, надо. подождать. И въебать. Ублюдок, мать, да а ну иди туда. Да ты успокойся. Редактор субтитров А.Семкин